У нас с вами… Разобраться в программе Coral Rave для создания векторной анимации может даже ребёнок. Перед началом мастер-класса для юных гостей провели небольшую лекцию, где рассмотрели её основной функционал. Многие уже работали в подобных программах на уроке информатики в школе, и для них задача оказалась не слишком сложной. У нас будет с утра переходить в ночь, и уходить за горизонт, и верблюд будет бегать, прыгать. Обучиться базовым навыкам работы мультипликатора пришли ученики Севастопольского педагогического колледжа и двух школ – 32-й и 44-й. Они, как и многие современные дети, изучают информационные технологии с начальной школы. Осилить создание мультфильмов ребёнок может с шестого класса. К этому времени он уже обладает необходимыми знаниями и навыками. Знаком с работой графического редактора Paint, мышки и клавиатуры. А некоторые ради развлечения осваивают и более сложные программы, например, Photoshop. Ну, там можно сужать лицо, менять глаза, цвет менять, ну и вообще формы разные другие создавать. Это же на свои фотографии тренировалось, или, может быть, друзья что-то делали? Нет, ну, природа, или лица какие-то, модели и все так. Вы хотели бы с этим заниматься? Ну, у меня другие планы. Работа в различных фото- и видеоредакторах или других серьёзных компьютерных программах для многих детей сейчас дело обыденное. И даже если в будущем их профессии не будут относиться к технической отрасли, лишними навыки точно не станут. Нынешнее поколение должно быть творчески развитыми людьми. Развивать логику свою в первую очередь, программирование в этом способствует. И чем раньше ребёнок начинает усваивать какие-либо различные программы информационные, тем в дальнейшем будет ему проще и легче. Деткам стало очень интересно, они захотели поработать в компьютерной графике, узнать вообще, что за колледж, потому что выпускники у нас девятых классов тоже пришли, хотели ознакомиться. То есть, в дальнейшем они хотят себя проявить в этой сфере. В Севастопольском колледже информационных технологий и промышленности ждут всех выпускников девятых классов, кто хотел бы связать свою жизнь с техническим прогрессом. София Драгово, Смихаил Жучков, Севинформбюро.